Так говорит Создатель Благовест Болезни человека произрастают от невыполнения им основных заповедей. Когда я вынужден мысли нехорошие или даже преступные останавливать таким путем. Я говорил несколько раз, что все мысли ваши я читаю и потому воздаю вам не только по делам, но и за мысли. Праведные мысли, несущие добро людям, я, как правило, позволяю материализовать. Но мысли нехорошие, несущие деструктивную энергетику, я останавливаю и не даю возможность запустить в дело. Чаще всего, чтобы как-то урезонить такого человека, остановить его намерение, я запускаю свой излюбленный механизм давления – недуги. Все вам кажется, что болезни, недуги от вашего материального поведения, от простуд и эпидемий. Но не так все это. Ваши недуги, которые вы упорно лечите таблетками и микстурами, совсем не от внешней, окружающей среды. Истоки болезни, любой болезни, надо искать в себе. Надо искать в своем поведении по отношению к ближнему своему. Еще раз повторяю. Здоровый дух – здоровое тело. Этот мой тезис нельзя никак забывать. Им все сказано. Здесь, в этих словах, вам дано определение причин ваших недугов. Вам показано, что каждое действие имеет свое противодействие. Все в этом мире пропитано моей энергией. Вся ваши мысли несут энергетическое начало – либо позитивную энергию, либо деструктивную энергию. Понятно, что мысли нехорошие есть проявление деструктивной энергии. Но, как я уже много раз говорил, в мире моем есть канон единства и борьбы противоположностей, из которого следует, что если вы послали, подумали, отрицательный импульс, то с той же силой идет ответный, как бы отраженный энергетический импульс уже на вас. Поэтому отрицательные мысли несут не столько деструктивную энергию на того человека, про которого плохо подумали, сколько эту же величину энергии, отрицательной энергии, вы получаете отраженно на самого себя. Поэтому не живет долго злой человек. Он своей деструктивной энергией губит, прежде всего, себя. Вот почему второе слово основания моей великой пирамиды – есть любовь. Не может быть зла в этом гармоничном мире. Не должно быть неправедных поступков. Нет для этого никаких оснований. Зло – есть порождение лукавого. Это его изобретение. Потому что из зла происходит гордыня, алчность, грехи и пороки. Два главных начала на земле – добро и зло. Вот отсюда понятно должно быть вам, что все доброе и мысли, и дела – от меня, а все злое и мысли, и дела – от лукавого. А жизнь ваша – сплошные слои, то белые, то черные. И мечетесь вы между этими двумя крайностями, потому что среднего не дано. Добро, праведность я приветствую и благословляю, но за зло, пусть даже и в мыслях, я караю. По мыслям и делам вашим и кара моя. Кара моя, болезнь ваша, не лечится теми лекарствами, которые человек придумал, чтобы уменьшить или заглушить боль. Болезни ваши надо лечить внутри вас, обращаясь к душе вашей и ища там ответы на причину болезни. И болеете вы много, и живете вы мало, все потому, что не думаете о душе вашей, о чистоте ее, о совершенствовании ее. Ваша праведность на земле есть борьба со злом, и эта праведность – есть совершенствование души вашей. Чем активнее происходит совершенствование личности человека, души его, чем больше он дает добра ближним своим, тем меньше болеет, и тем больше получает от меня поддержки и благодати. Только не подумайте, что моя поддержка и благодать есть материальное поощрение. Нет, я премий, особенно выраженных в деньгах, не даю. Это у вас в материальном мире все люди делятся по достаткам, и формы поощрения за дела добрые придумали в виде зла. Ведь деньги есть зло, разделившее людей на праведников и неправедников. Нельзя добро оценивать злом, нельзя за добро давать деньги. Премия моя вам не деньги, а благословение на дела добрые, удачу в делах добрых, надежда на спасение души и, конечно, мудрость моя. Ведь счастье человека не измеришь деньгами, потому что и с рублем, и с миллионом можно быть и счастливым, и несчастливым. Не в деньгах счастье. Когда приходит болезнь, деньги становятся ненужными. Поэтому критерием счастья деньги никогда не являлись и не могут являться. Критерием счастья на земле является добро, раздаваемое бескорыстно ближним своим. Благодаря вест.